И еще один материал, посвященный проблеме уборки мусора в городе. Каким образом раз и навсегда покончить со стихийной свалкой ТБО в частном секторе? Ответ на этот вопрос нашли в администрации Иловайска. В своих сюжетах мы уже неоднократно рассказывали о стихийной свалке на Донецкой стороне Иловайска. Борьба коммунальщиков с горой мусора имела успех, но не продолжительный. На прошлой неделе рабочие предприятия Бион в очередной раз навели здесь порядок. И помимо уборки залежей ТБО, они скосили траву и вырубили дикую поросль деревьев. Гремычное место, место постояло на свалке. Мы все-таки хотим превратить в какой-то благоприятный кусочек земли для жителей города. Придумано было, как вроде бы, администрации, но откликнулись жители города. Причем люди не молодые, даже пенсионеры проявляют желание, желают развиваться городу. Проблему пустыря на улице Центральной намерены решить радикально. Вскоре здесь будет оборудована детская площадка. Александр Грудев, наш местный житель, проявил инициативу, решил помочь нам в этом деле. Сейчас осматриваем объект, что здесь будет, какие качели, какие песочницы, как они будут располагаться. И будем заниматься совместно. Пустырь граничит с развалинами Иловайской мельницы. Построили ее сто с лишним лет назад. И надо признать, построили на совесть. Прочности стен одного из самых старых сооружений в городе могли бы позавидовать и некоторые современные постройки. Возможно, старая мельница еще послужит иловайчанам, но уже в другом качестве. Сейчас архитектор и конструкторы, наши специалисты, строители, посмотрят на эту стену. Она оказалась довольно прочная. На первый раз, что мы ее не смогли завалить трактором. Если нет, попробуем сделать из нее какой-то небольшой скалолазальный комплекс. Что же касается мусора, то проблем с его вывозом в Иловайске нет, утверждает Сергей Муковнин. И напоминает землякам, тот, кто устраивает свалку ТБО в черте города, совершает административное правонарушение.